Как привлечь внимание? Как привлечь внимание людей к тому, что нам нужно защищать себя, к тому, что нужно обучаться кибербезопасности, к тому, что нужно уделять этому больше внимания, как в государственных учреждениях, так же и в бизнесе. Кибербезопасность это не только безопасность военная, но это безопасность и бизнеса, экономическая безопасность. И мы решили провести форум и киберолимпиаду, чтобы посмотреть, кто из наших ребят хочет поучаствовать, кто интересуется этими вопросами, кто сможет победить и начать создавать какую-то планку, планку подъема. А сколько мы пройдем? Какого уровня наши специалисты сегодня есть у нас в городе, в нашей стране? И как мы можем и уже от этой базы будем отталкиваться дальше в нашем образовательных процессах, в нашем бизнесе и так далее. Олимпиада по кибербезопасности это не придумка нашего города, не придумка нашей страны, не моя. Они проводятся давно, особенно в странах НАТО, где большое внимание уже давно уделяют этому вопросу. И где-то в феврале проходила киберолимпиада в Эстонии, в Таллине. Мы связались с организаторами этой олимпиады, они нам помогли, рассказали, что можно, как и что. И мы решили провести у нас такую же олимпиаду. Но мы решили не просто олимпиаду провести, но и форум. Форум, на котором приедут наши специалисты в кибербезопасности, которые есть в нашей стране, и расскажут слушателями, а что и как это будет действовать в нашей стране, как лучше защищаться. Будут спикеры, которые смотрят на систему защиты с точки зрения атак. Будут ДДОС атак или других. Будут специалисты, которые будут рассказывать о защите, экономической защите предприятий. Потому что мы сегодня, наши препятствия начинают работать на европейский рынок, американский. И естественно, есть конкуренты, которые хотят посмотреть данные наших бизнесов. Также я вам скажу, что настолько важна эта вся система, что когда мы запустили наш проект с киберолимпиадой с форумом, тут же сразу МВД откликнулась и решила создать киберполицию. Это шутка, только не передавайте, что я это достаточно серьезно. Но это значит, что все витает в воздухе. То есть это было запланировано, естественно, киберполиция. Приезжают специалисты из-за рубежа, которые могут обучить. Но если мы создаем киберполицию, значит нам нужны специалисты. Если сегодня можно набрать на батальон киберполицейских, то зато нам нужен не батальон, а полк, те, кто будет защищать. Не только государство, но и частную собственность предприятия. Насколько важно данное мероприятие, я хочу сказать, что завтра же в Харьков приезжает заседание, первое в Харькове, выездное открытое заседание комитета Верховной Рады по информатизации и связи. Сюда приезжают все члены комитета, еще там замминистра связи, там еще будут специалисты с дышком связку и так далее, которые проведут в ХПИ с 13 до 15 проведут открытое заседание, где будут отработаны всевозможные, обсуждены вопросы. Не только вопросы внутри комитета, они будут обсуждаться с бизнесом, который пойдет, и будут обсуждаться вместе с преподавателями. Мы пригласили туда специалистов со всех вузов, чтобы они пришли и обсудили, услышали, что говорят. И сказали к Верховной Раде, что мы от них хотим, что хочет от них антибизнес. Я думаю, что это очень важно будет совещание завтра. И уже по итогу всего этого форума Олимпиады мы выдадим такой общий итог, подведем нашу платформу, с чего все-таки у нас начинается кибербезопасность. Думаю, дальше уже мои коллеги расскажут. Дмитрий, если позволите уточнение, сразу вы сказали, что помогали готовить Олимпиаду эстонские коллеги. То есть получается у вас по эстонским лекалам Олимпиады или внесли что-то свое? Нет, нет, мы с эстонцами обсуждали, как проводятся Олимпиады. И все-таки мы взяли систему, которую делают наши ребята, гиевская компания, которая нам предоставила специальный сервис, специальную программу, на базе которой мы проводим Олимпиаду. Спасибо. Никита, ну вам тогда слово о технике. Объясню простыми словами. Это квест. Квест в режиме онлайн, в котором люди будут находить так называемые флаги. Флаги – это строки, сформированные определенным путем, которые нужно найти на том или ином ресурсе. Как найти? Взломав его, нужно будет обойти защиту. Обойти защиту сайта, приложения, базы данных, которые будут созданы заранее киевскими специалистами и получить эти данные. Кроме того, хочу сказать, что для многих слово хакинг, слово киберолимпиада ассоциируется с таким скучным собранием людей, которые будут сидеть за компьютерами и два часа, будем так говорить, втыкать в монитор. Для этого мы создали специально отдельную часть форума. У нас будут кофебрейки и будут спикеры и интересные кейсы в сфере информационной безопасности. В частности, я во время открытия Олимпиады буду рассказывать о том, каким образом происходит взлом банковских систем, систем дистанционного банковского обслуживания, как воруют деньги с кредитных карт в Европе, в Украине. Также будут практические кейсы в сфере информационной безопасности. Мы расскажем, как функционируют магазины, которые продают ворованные кредитные карты, и рассекретим один из магазинов. Это такая затравка, чтобы людям было интереснее. Будут приглашенные специалисты, которые будут рассказывать о том, как в нашей стране ищут хакеров, о том, какая работа ведется в правоохранительной сфере. И много других аспектов будут освещены в рамках конкретно форума. На Киберолимпиаду у нас зарегистрировалось 170 участников. Если не ошибаюсь, 100 из них мы отобрали лучших. Всем участникам предварительно было выслано тестовое задание. Те, кто справились лучше всего, будут принимать участие в Олимпиаде. То есть это не то открытое мероприятие, на которое можно подать заявку просто так, приди суриться и сказать, ребята, я специалист в информационной безопасности и принять участие. Нет, у нас был отбор. И поэтому, мне кажется, оно будет интересно. Интересно как специалистам, так и обывателям. Все смогут увидеть, как реально работают хакеры. Как реально происходит взлом, если хотите. Конечно же, в стендовых условиях, в условиях, когда мы заранее готовим эти ресурсы. То есть мы не будем прямо на Олимпиаде взламывать какие-нибудь банковские системы. У нас все будет в рамках членного законодавства. Я понимаю, почему милиция так быстро обратила на вас внимание. Роман, вам слово ли отведите? Защита информации, вопрос информационной безопасности является чрезвычайно важным. И замечательно, что такое мероприятие появляется уже и в Харькове, в нашем городе. Мы подтверждаем наш статус, как одного из интеллектуальных центров Украины. Общаясь с зарубежными специалистами, я могу сказать, что при разработке практически любой серьезной информационной системы, вопросы безопасности являются одними из основных. Это правило действует как в западных странах, в Западной Европе, в Соединенных Штатах, так и на Востоке, в той же самой Южной Корее и в Японии. К сожалению, общаясь с нашими специалистами, далеко не всегда я вижу понимание, понимание того, что безопасность необходимо закладывать на уровне архитектуры самой информационной системы. И проведение таких мероприятий как раз позволит расширить круг специалистов, расширить понимание того, что защита информации, защита информационных систем, которые применяются у нас, которые разрабатываются, является одной из приоритетных задач. По опыту взаимодействия со специалистами в Норвегии, в университете Бергена, в других университетах Норвегии, я могу сказать, что у них уделяется очень большое внимание подготовке специалистов, мотивированию специалистов. Соревнования типа CTF, Capture the Flag, захватить флаг, взломать систему, проводятся на регулярной основе. Они регулярно готовят свои команды, более того, они регулярно посылают свои команды на международные конференции. И, что немаловажно, кроме того, что они получают признание, получают уважение, они получают еще и дополнительную прибавку к стипендию, то есть официальную дополнительную прибавку к стипендию за победу в таких Олимпиадах. То есть это все признано на уровне Министерства образования в Норвегии, в Дании, в других странах Западной Европы. Что касается Украины, у нас есть очень высококвалифицированные специалисты, мы работаем в этом направлении, но для Украины, для такой большой европейской страны, количества специалистов у нас недостаточно. И популяризация этого направления позволит дополнительно привлечь заинтересованных ребят в эту область и позволит нам сформировать тех специалистов, которые необходимы для Украины. По нашим результатам, которые получены в Украине в текущем году, можно отметить, что у нас сейчас в Украине введены два новых национальных стандарта в области криптографии. То есть я представляю криптографический коллектив, который разрабатывал эти стандарты, но, соответственно, проводил экспертизу этих алгоритмов. До этого в Украине действовали стандарты шифрования и криптографической функции хэширования, разработанные еще в Советском Союзе, введенной в 1990-м году, и функция хэширования, разработанная в Российской Федерации, введенная в действии в 1994-м году. Сейчас Украина ввела свои новые национальные стандарты, и по своим характеристикам мы не только превосходим стандарты Белоруссии и России, более того, мы соответствуем и американским стандартам, и по ряду показателей мы превосходим и американский стандарт, и международные стандарты. То есть специалисты у нас есть, и популяризация таких, популяризация направления защиты информации является крайне важной, и отлично, что такое мероприятие проходит у нас в городе. Спасибо. Достаточно давно. Это говорит и о том, что у нас открыто было три специальности, которые так или иначе пересекаются с вопросами защиты информации. Это наибольшее количество специальностей было в городе Харькове. Вот одну из них представляет, в том числе и Роман, это защита в информационных и коммуникационных системах. Одна из них – это управление информационной безопасностью, которое у нас на базе кафедры телекоммуникаций. То есть это все то, что связано непосредственно с защитой в телекоммуникационных системах и как строить организационно такие системы. И еще одно направление, которое тоже у нас является таким очень эксклюзивным – это системы технической защиты информации. То есть на базе кафедры радиотехники у нас уже давно существует набор на эту специальность. Все эти специальности, в принципе, пользуются спросом. То есть нельзя сказать, что мы там страдаем от того, что люди на нее не идут. Сейчас, у нас какое-то особое время, сейчас на слуху слово «кибербезопасность» и возникли новые галузи знаний, то есть области знаний. С 2016 года у нас будет единственное область знаний «кибербезопасность», которая является преемницей всех тех трех направлений, о которых я говорил. И поэтому сейчас как раз закладываются основы, что именно специалист в области кибербезопасности должен знать. По сути, это сумма разных, в том числе и инженерных знаний. Без этого специалистам кибербезопасности стать очень сложно. Поэтому такие мероприятия, как форум и олимпиада, они способствуют, по моему мнению, в первую очередь тому, что создается сообщество, комьюнити тех людей, которые понимают одни и те же проблемы, работают над созданием, опять же, системы защиты информации в нашей стране и так далее. Это очень важно, поэтому специалисты всех, не только наших кафедр, будут на этом мероприятии. Студенты приглашены, которые тоже будут и в форуме, и в олимпиаде пытаться участвовать и показывать свои знания. Но это перспективно, это актуально, и университет понимает, насколько это приоритетно. Я думаю, что в ближайшем времени мы будем делать некие, может быть, даже структурные изменения внутри университета, с точки зрения того, чтобы это направление было выделено, обособлено и приоритетно с точки зрения подготовки специалистов. Если говорить о самом формате, то это очень интересный для молодежи формат. Я тоже был участником различных олимпиад, например, я был три года судьей Microsoft Imaging Cup, такого соревнования. То есть, конечно же, для молодежи должен быть соревновательный момент, должен быть мотивационный момент, который позволяет ему стремиться к достижению. Поэтому квест – это одно из замечательных форматов, которые только стоит приветствовать. Ну, спасибо, кратко. Жилье, пожалуйста, олимпиадное время. Это в Олимпиаде. Я думаю, что в Олимпиаде есть на месте. И из Киева, по-моему, тоже вырегистрировались из Львова, да? Да. Со всей Украины, на самом деле, продавали заявки в вопрос, кто прошел. Больше всего прошло из участников из Харькова, Киева и Одессы, потому что эти города являются, во-первых, наибольшими в Украине, во-вторых, если верить американским исследованиям, у нас именно в этих городах больше всего киберпреступников. Здесь нужно еще говорить о том, чтобы были достаточно экстренные сроки подготовки мероприятий, потому что от того момента, как вот Эдуард, его комитет сказал, давайте мы будем проводить и до конкретного формата, прошло очень мало времени. Это первое. Второе, все-таки формат, опять же, в большинстве украинских, скажем, вот если мы говорим об университетах и студентах, он еще неизвестен. Пока формат неизвестен, не популярен, в него очень сложно понять, как принимать участие. Поэтому это тот момент популяризации, о котором говорил Эдуард, это, безусловно, важно. И я думаю, что если оно должно пройти успешное мероприятие, то вот всякие различные инфоматериалы, инфоволна должна на следующем этапе привлечь большее количество. То есть, тут как бы такие же цели ставятся в основном. И мы объединили форум и саму Киберолимпиаду, потому что именно Олимпиада – это соревновательная вещь. И форум должны привлечь людей, которые вообще хотят послушать, посмотреть, как соревнуются, и увидеть вообще, что у нас происходит. Вот я сказал, что мы хотим первое провести такое Олимпиаду, чтобы понять точку отсчета, от чего мы вообще сегодня отходим. Потому что, да, у нас очень много киберзащитников, кибернападателей в стране. Как сказал Никита, известно, и киберхулиганов, да, просты. Но мы хотим понять уровень, какой он есть. У нас, мы понимаем, с кем мы можем потом сравниваться, например, на международном уровне, да, потому что все неизвестно, больше всего украинских хакеров, американские сайты взломают украинские хакеры. Ну, посмотрим, будут ли они участвовать у нас.